Здравствуйте, уважаемые союзники! Это программа «Четверть часа». Меня зовут Светлана Ладина. Сегодня мы вспоминаем скорбные страницы истории нашей Родины. Ровно 105 лет назад, 24 января 1919 года, председатель ФЦИК Яков Свердлов подписал указ о расказачивании. Фактически, смертный приговор казакам и их семьям. Циркулярно, секретно. Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным, самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно. Провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против советской власти. Конфисковать хлеб и заставлять ссыпать все излишки в указанные пункты. Это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания. Центральный комитет РКПБ, Оргбюро, Свердлов. Эту видеоверсию страшного документа мы создали во время работы над фильмом «Возвращение имени». О том, как Екатеринбургу после 70 лет Свердловщины удалось вернуть имя святой Екатерины. А вот области и по сей день нет. Еще одно известное деяние Якова Свердлова – организация убийства святой царской семьи и ее верных слуг. На месте, где были уничтожены их честные тела в монастыре царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, в 2007 году побывал митрополит Черногорский Амфилохий. Сегодня мы обращаемся к архивной записи этого визита еще и потому, что встречаемся в эфире в канун Дня памяти святителя Саввы Сербского, о котором также говорил пресс-напоминаемый Владыка. Мы хотим вас приветствовать в наши места особой святости, особой духовности. Она пропитана святыми мощами царской семьи. Ихладиваться этим святым местом, там, где пострадали царственные мученики, тут, где жгли их прах. И здесь, где и крест царственных, который именно подтверждает, что крест-хранитель Вселенной. Это, что случилось с мощами святых царственных мучеников, это то же самое случилось и с мощами святого Саввия, архиепископа Сербского. Эти мощи находились в монастыре Милешево, центральная Сербия. Но в 1594 году турки забрали его мощи, принесли в Белград и жгли, почти человеческое. И там, где жгли мощи святого Саввия, там его тело как бы выросло. Я когда-то там бываю, я ощущаю, что вот тело святого Саввия, оно вот это по-новому, по-божьему воскресло через этот храм во имя Господня. То же самое, я ощущаю, что здесь у вас совершаются безбожники, уничтожая мощи святых царственных мучеников, они думали, что этим они кончат историю церкви, святой Руси, и что они будут строить какое-то новое общество без Бога, без церкви, без святых, без... И они долгое время не казали, что они правят это. Но вот как Бог устроил там, где жгли семь мучеников, вот из их праха возникли семь храмов. Вот вы смотрите, это место, забитое, забенное место, поруганое место, уничтоженное место, пониженное такое место, самое пониженное мирное место. Вот это именно тут, вот как из этого праха возрождается. Возрождаются их мощи святые, но и через это возрождение возрождается святая Русь, и это новая семья, возрождение всего православия, возрождение вселенной. Если этот мир имеет будущее, а я надеюсь, что имеет, это будущее мира, оно вырастает из гроба и храма воскресения Христа Господа в Иерусалиме, а вот участок этого гроба Христова и храма воскресения, вот именно это место, продолжение Христовой силы. И свидетельство, что именно Бог не в силе, но в правде. Правда Божья, она остается, и она побеждает на конце концов. Не надо искать других свидетелей, вот свидетельство, что правда Божья, она побеждает и будет побеждать до конца мира. Святой Страстотерпец цесаревич Алексей Николаевич вместе со своими августейшими родителями, сестрами и верными слугами принял мученическую смерть незадолго до своего 14-летия. Напомню, что он был не только наследником российского престола, но и верховным атаманом казачьих войск. В исконно казачьих землях на реке Медведицы была записана песня, которую вы сейчас услышите «Дождь над Медведицей». Поет автор Игорь Растеряев. Из-за гор, из-за дальних бугрок Ветер тучи пригнал с севера Гром гремит пятый день во всю морщ Над рекою Медведицей дождь Зря меня дождь, ты гонишь домой Я до нитки промокну тобой Знаю я, не вода с облаков Это слезы донских казаков, соловков Из холодной тайги, из промозглых болот Вдруг поднялись и вот вновь пришли Налегке в гости к родной реке Чтобы с нею потом навестить тихий дом В каждой капле про бабки и отцы Про забытый поют геноцид Про вагон, про осенний туман Про алиенс, да взведенный наган В мокрой мгле, смерть в разбитом окне Ледяные моря, лагеря, лагеря Кто ж по вам закричал, кто и где? Только дождь на вечерней воде А сотни радуг цветастых вокруг Свой зовут полубред, полукруг В сером небе закат, как лампас Солнцем ряженым смотрит на нас Сколько вас, ну когда ж ты дождь пройдешь Ну а ты только льешь, только льешь Ледяные моря, лагеря, лагеря, лагеря Ледяные моря, лагеря, лагеря Из-за гор, из-за дальних бугров Ветер тучи пригнал с севером Гром гремит пятый день во всю мощь Над рекою медведица дождь Ежегодно 24 января священники, духовно окормляющие казаков Совершают панихиды по жертвам расказачивания В Москве и Санкт-Петербурге На Дону, в Кубанских краях и на Урале В Сибири есть казачьи храмы Главная церковь оренбургского казачества Храм на крови в Екатеринбурге Построенная на месте мученического подвига Святой царской семьи Все, что на жертве Это показывает, оно неуничтожимо В человеческих глазах Это место уничтожения Разорения Это место Но Бог по-другому строит Бог по-другому строит жизнь Для Бога и для этих, которые принадлежат Богу Это место новой жизни Как и гроб Христов в Иерусалиме Так и это место страдания Царственных мучеников Верным до смерти своей родины Своем отечестве И кров свою пролил Как агнец незлобивый Посмотрите его дочери такие Это мир не знает такой картины Нету такой картины, которая тут сохраняется Эти агнецы Божьи Его дочери Алексей Царевич Как агнецы Как агнец, которые Которого водят на заколение Так и они тут Без ропота приняли Свою Испиение своей последней чаши Жизни И вот в этом их величие И, как я сказал Это в этом величие будущего России Дай Бог Всего нам Этого величия Спасителю мой Ты положил за нас душу свою Да мы спаси нас Ты заповедал и нам полагать и души своя За други наши и за ближних наших Радостно гряду вас Исполните святую волю твою И положите жизнь свою За отечество Порушимя крепостью и мужеством На удаление врагов наших И отче надлежит мне умреть И даруй мне все мужество Веру и надежду вечной жизни Вот царствие твое Мати Божия Сохрани мя под кровом Твоим Да будет воля Твоя Воля Твоя Господи Аминь ГОВОРЯТ Аминь